В этом уроке мы рассмотрим некоторые нюансы создания простых декоративных подушек в программе Marvelous Designer. Ко мне обратился подписчик с вопросом о том, что ему сложно добиться красивого примыкания подушки к дивану. Углы подушки в этом месте либо некрасиво сминались внутрь, либо наоборот сильно топорщились в стороны. И по некоторому совпадению, мне в техническом задании от дизайнера пришла подушка такой же формы, поэтому я решил записать весь процесс ее моделирования и разобраться, какие там могут быть нюансы и сложности. В программе Marvelous Designer у меня загружена модель кресла в качестве аватара, и я создаю заготовку подушки размером 50 на 50 сантиметров. Располагаю ее так, как на эскизе от дизайнера, и немного меняю цвет, чтобы она выделялась на фоне кресла. При помощи функции Layer Clone Under я создаю вторую сторону подушки и сразу переворачиваю ей нормали. В режиме редактирования швов надо выделить весь шов по контуру и изменить ему тип на Custom Angel. Теперь увеличиваю значение pressure, давление, чтобы подушка раздулась изнутри. И вот при запуске симуляции с дефолтными настройками ткани можно увидеть то, о чем написал Дэйв в письме. Внизу подушка сжимается, из-за чего уголки не очень красиво торчат. Далее я перемещаюсь в настройки ткани и начинаю искать такую комбинацию, при которой подушка бы лучше держала форму и препятствовала образованию мелких складок. К настройкам мы еще вернемся, а пока стоит доработать саму модель. В реальности углы у подушек имеют хотя бы небольшое скругление, поэтому я выбираю инструмент Smooth Curve, правой кнопкой нажимаю на каждый уголок подушки и задаю радиус скругления 21 мм. На данном этапе я создаю внутренний наполнитель подушки, то есть каркас, а уже финальную обивку будем получать методом клонирования. Для этого я уменьшаю толщину коллизий как минимум вдвое и применяю функцию Layer Clone Over. Для верхней обивки нужно создать второй материал с более мягкими свойствами ткани. Здесь также я выбираю автоматически созданные швы по контуру и перевожу их в режим Custom Angel. Такое действие в дальнейшем будет препятствовать образованию мелкой щели между паттернами. Теперь, если параметры усадки сделать больше 100%, то начнут формироваться маленькие складочки, которые добавят красоты и реалистичность. А поскольку складки довольно мелкие, то я увеличиваю плотность сетки внешней обивки и также немного увеличиваю плотность сетки самого каркаса. Однако под весом внешней обивки каркас снова начал сжиматься внизу. Выделяя внешний слой и комбинации клавиш Shift-Q, временно прячу его, чтобы продолжить работу с наполнителем. В свитке пресетов почти в самом низу расположен наиболее жесткий пресет Full-Grain Leather, который в большинстве случаев лучше всего подходит для создания каркаса. Shift-W, чтобы снова отобразить внешнюю обивку подушки. Еще буквально на пару процентов добавляю растяжение, чтобы усилить маленькие складки. И теперь просто мышью начинаю вдавливать подушку сверху по центру. Конечно, наполнитель стремится вернуть свою форму обратно, потому что у нас присутствует постоянное значение прежа. Но с данными настройками ткани происходит это крайне медленно. Для моей интерьерной задачи данная форма подушки меня вполне устраивает, поэтому я экспортирую ее в 3D Max через формат OBJ. Объекты из Marvelous Designer приходят с текстурными координатами в реальных физических размерах. Поэтому иногда подогнать масштаб текстур помогает модификатор UVWX Form. Конечно, при доведении данной модели до ума, следует сделать ретопологию и добавить шов по периметру. Но в данном эксперименте меня больше интересовали именно настройки ткани, которые бы позволили создать подобную форму. Надеюсь, это видео и вам будет чем-то полезно. Благодарю за просмотр. Продолжение следует...